Всем привет, ребята! Я пробую сегодня самую дешевую продукцию из наших любимых самых дешевых магазинов. Их продукцию, именно какую они производят. Самая дорогая продукция сегодня будет 20 рублей. Мне страшно. Мы коллекцию эту собирали достаточно долго. 10 позиций. Стандартный вариант, в принципе. Напомню, что это самые дешевые магазины. Пятерочка, Дикси, Верный, Магнит. Ну и там подобные. Если кого-то забыл, я думаю, менчендайзеры на меня не обидятся этих магазинов. И начну я, естественно, с лапши. Это лапша из магазина Верного. 5 рублей. Обычная БПшка. Ну, в принципе, это нормально. 5 рублей. БПшки это норм. Ну, как видите, лапша вообще чудесная. Она такая сероватая даже. Ну, обычная. Ну, очень прессованная. Прям сероватая такой цвет. Нездоровый. Сейчас мы зальём это всё. Что в этом бакете ещё присутствует? И всё. Вот без масла, без всего. Вот так смесь перцев. Тут ничего нет. Ну, 5 рублей, что вы хотите. Обычные пластмассы. Ничего интересного. Ну, вот сейчас испакуем, попробуем. Я такие штуки ел. Многие из вас, наверное, кто и смотрел там. БПшки это вещь такая, как бы все её ели. Кроме олигархов. У них там уже свои БПшки есть. И зальём кипяточком просто сейчас. Дадим настояться там 3 минуты. Запах шикарный. Как бы стандартный. Стандартная БПшка. Всё, ждём 3 минуты у нас. И пока ждём эти 3 минуты, начнём уже пробовать дегустировать продукцию другую. Начну сразу вот на завтрак у нас с кашей перловой, с говядиной. Каждый день. Каждый день это Ашан, Атак, там подобные магазины. В принципе, продукция в них неплохая. Но в зависимости от категории там или ещё подобное. Потому что крупы прекрасные достаточно. Консервы, к сожалению, не очень не радуют. Из-за этого я насторожен. В принципе, всё адекватно. С говядиной, кстати, кашей перловой. Состав тут страшный. Упаковка, естественно, старая. Так что вскрываем, посмотрим, что у нас получилось. В принципе, кашу это надо греть, как и все каши. Но мы греть не будем. Визуально посмотрим, попробуем. Потому что это лишняя затрата времени. И как бы качество точно не изменится особо сильно. Это я уже вам гарантирую. Ну, как бы вот вид такой. Неплохой, в принципе. Потому что это каша перловая. Естественно, мало воды, её надо греть. Но я её попробую сейчас. Запах просто перловка, ребят. Честно, я такую кашу ел. До этого, ну, чуть другой фирмы. Вкус был, ну, не очень вкусный. Собаки ели, кошки не очень. Но мяса, я чувствую, здесь вообще никакого нету. И пробуем, что у нас. Выходит. Не грел. Не противно, ребят, я её ем. Я знаю, что это перловая каша. Возможно, там есть где-то мясо. Оно присутствует на ней. Я просто не буду вам её выламывать. Но поверьте мне, что там есть мясо. Каждый день, как бы, с крупой вообще не обман. Ну, тут консервы. Я других фирм пробовал намного хуже продукцию. И опять же, на любителей перловка. Кто-то перловку вообще не переносит. Это очень крутая вещь. Поход её можно взять. 20 рублей потратить. И вы насытитесь. Сами. Если вы взяли с собой животные. А те люди, которые входят в поход сами с животными. Вы знаете, что там с голодухи можно всё съесть. Так что вот этот вариант. Фирма Каждый день. Аж она так. Очень хороший. И вообще не противный. Вот эта каша идеальная. Вот у нас есть такая вот килька замечательная. Вот морская радуга. Какая-то фирма. Килька в томатном соусе. 240 грамм. Как всегда, мясо рыбы 120 грамм. Как всегда, рыба себя хранится год. Московская область. Люберецкий район. Октябрьский посёлок. Ну, как бы вот это настораживает. Состав, состав, состав. Состав килька черноморская. Они разделаны. Соус томатный. Сахар, песок. В принципе, стандартный вариант черноморской кильки. Все вот эти баночки узенькие, красненькие. С этикетки, к чему мы привыкли. Люди, рождённые в СССР. Кто это пробовал, тот знает. Стандартный вариант везде. Сейчас это всё портит, но, как бы, вкус остался. Было очень раньше вкусно. Все ели с хлебом чёрным. Обалденные. Кстати, я сейчас чёрный хлебчик тоже возьму. Всё, попробуем вместе с чёрным хлебом, как есть. Приступаем к открытию. Вот звук интересный получился. Открыл я прям такой бомбаж. На профессиональном языке. Бомбаж – это значит какое-то деформированное изделие банка. Но банка, в принципе, была хорошая. По сроку годности вроде тоже ничего. Но запах… На запах не противно. Я вот нюхаю, открыл. Но звук был очень прям резкий и неприятный. Визуально мне не нравится. Ну, как бы, не очень красиво. Особенно сверху. Внизу, может, будет получше. Но запах такой ничего. Не противный, неотратный. На видео я смотрю. Очень красиво смотрится. Так что, если кто-то ест, обязательно аккуратно. Сейчас будет момент такой. Томата мало. Килька мелкая, такая вот анчоусы. Но, к сожалению, у нас не умеют делать анчоусы. У нас вот килька только. С кишочком горчит. Ну, как бы, не очень вкусно. Скажу вам честно, не очень вкусно горчит. Но вкус не такой, как вот. Я привык, когда я пробовал в своё время эту кильку. Попробую с чернохлебом. Вот, часто от этой кильки у нас изжога была. Но при этом баночку, когда съешь, очень вкусно. Килька очень мелкая. Мелкая-мелкая. Может, из-за этого такая кашляция получается. С хлебушком попробую. В принципе, тоже в пределах 20 рублей она стоит. Если увидите, если у вас, как бы, финансы не позволяет, можете взять, попробовать. Посмотрим, как кошки отреагируют. Но кошки не очень любят кильку. Очень много пряностей в них. Попробовали две баночки. И у нас, как бы, вот уже БПшка наша заварилась. Попробуем горяченького. Три минутки прошло у нас. Как видите, видите, даже никак не это... Не изменила форму. Пластмассовая лапша. Самая дешёвая, она прозрачная такая. Вот сейчас запах пошёл похуже, потому что лапша разварилась. И запах вообще никудышный. Просрочка какая-то. Ну, пластмасса прям. Вообще несъедобная, ребят. Нет, съедобная. Ну, как съедобная, но... Ну, вот прям просрочка. Прям вот изжога будет точно у меня после этого. Попробую бульон. Ну, да, вообще невкусная. Ну, как бы и съешь её, конечно, с хлебом там. Куда деваться, когда с голодухи. Пять рублей. Пять рублей БПшка. Вы сами понимаете, с чего у нас стоит. Невкусно. Мне не нравятся такие БПшки. Чуть подороже можно съесть. Это, к сожалению, и только собакам. Я не знаю, даже жалко собак. Так, ну, долго не откладываем. Мы приступим к следующему. Давайте мясцо возьмём. Мясцо возьмём вот это. Первым делом. Кусковая тушёная. Тушёнка с говядиной. Тут написано Дикси. Оставляйте ваши пожелания. Город Вязьма. Смоленская область. Качество по доступной цене. Баночка тоже до 20 рублей. В пределах. Замок старый. Вскрываем, попробуем нашу тушёночку. Сейчас говядина. Ну, запах прям вообще... Прям вот консервы. Консервы металлический. Запах такой металлический. Непонятно какой. О, жижа какая. Фу. Ой, вообще. Ну, как бы, я не знаю, пробовать это. Смотрите. Соевые шарики. Вы понимаете, что это за тушёнка? Соевые шарики. Кто-то хочет сою попробовать. Ну, я попробую сейчас кусочек. Присутствует какой-то жир. Куча-куча бульона. Я думаю, если её погреть, она будет вообще отратительная на запах и на всё. Вообще страшно пробовать. Вообще невозможно. К сожалению, вот эта фирма и вот такая вот баночка вообще несъедобная. Так как такое есть можно, я не знаю. Я сочувствую людям, которые такое едят и покупают. Ни в коем случае не покупайте такие вещи. Ну, это вообще, ну, это набить желудок и, не знаю, и заснуть и сдохнуть, наверное. Ну, честно, это жесть. Я по-честному говорю, что я такое никогда не куплю. Это полная трава. Кошки сою не едят. Это растительная продукция. Они весной едят растения. Вот это всё. Тушёнка кусковая, вообще несъедобная. Ну, мы долго не будем ждать. Дальше перейдём. Опять каждый день. Очень хочу попробовать. Вот смотрите, каждый день каша гречка из говядины. В принципе, идентично, что мы пробовали с перловой кашей. И попробуем сейчас эту продукцию, такую же гречку. Я думаю, она нас не подведёт. И вкус будет хороший. Эти варианты такой же плотный. Жирок присутствует. Ну, это не жирок, это, наверное, каша разварилась. Вот что мне не нравится. Вот в этих всех наших советских, отечественных. Российских производителей. Я не знаю, кто там делает, какие там тётки это всё делают. Мужики это всё. Но это вот постоянно. Ну, зачем вы так перевариваете кашу? Что вы не можете её как-то вот залить там и всё. И у вас всё будет хорошо. Ну, зачем так переваривать? Да она вся вот кисель. Даже не важно, вот она дорогая вот. Продукция за 200 рублей. Или вот такая баночка за 20 рублей. Каша всегда одинаковая. На запах гречка. Ну, отдалённая гречка. Не сильно, как гречка, только с развара, когда вы варите. Очень вкусная получается. Отдалённая. Говядиной вообще не пахнет. Пробуем. Просто переварённая гречка с водой. Каждый день. Перловка, гречка, берите. Говядина написана. Ну, её тут, наверное, нету. Там жирок может присутствовать. Не буду переваривать, опять же. Но она там есть точно. Но это съедобные вещи можно съесть, не противно. Хорошая штука каждый день берите. Не подводит. Давайте попробуем. Красная цена. Это магазин Пятёрочка. Салат с морской капустой дальневосточный. 220 грамм. Вес массы основного компонента, то есть капусты морской, ламинарий по всенароди, 150 грамм. Типа салатика. Город Калининград. Срок год на 7 год. Вот такой вот салатик у нас. Присутствует масло. Как обычно в салатах есть вот такие вот. Лучок присутствует. В принципе, на вид визуальный. И визуально очень, очень хорошо. На камеру вообще смотрится эротично. Запах тоже хороший, капустный такой. Ну, кому нравится, кто любит капусту морскую, тот меня поймёт. Немножко, правда, она какая-то вот такой уже подгоревшая, но какой-то запах такой. Обычная морская капуста не идеал, не идеал, не идеал. Такая прям ниже среднего. Есть можно. Немножко вот есть запах консервов. Вот это металлический. Но на вкус неплохо. Кислинка есть такая. Ну, кто пробовал капусту, знает. С кашей зайдёт. Но без тушёнки. Хорошая штука. Можно брать меньше 20 рублей. Пятёрочки все ходим. Такая интересная баночка. Похожа на шпротную. Такая вот штучка. Вот. Ну, это паштет. Паштет рыбный. Шпротный. Из кильки и салат и горячего копчения. В принципе, это ужасная штука. Сделана в Крыму. Крым наш! Крым наш, да? Не забывайте об этом. 160 грамм. Полтора года хранения. Керченское производство. Ну, понятно всё. Кошки очень любят паштет, я помню. Мы дегустировали когда-то. С оператором. Делали видео. Кошки ели паштет. Не знаю, как сейчас. Смотрите. Дрень какая. Ну, это нормально, в принципе. Тут масло было. Может, подсохло. Ну, не доложили. И цвет такой, да? Мне кажется, даже на камеру не очень. Ну, на камеру парадичней. А так вообще какой-то прям зелёный. Ну, запах приятной копчёности, в принципе. Такой, ничего. Такой густой, плотный прям. Хорошая, наверное, была. Будем пробовать сейчас хлебушку. Ну, тут голову, понятное дело. Нет, не голову. Хвосты. Позвонки. И запах приятный. Залили маслом моторным. Ну, так себе, на самом деле. Масло только вкусное. Вот. Ощущаете, масло вот оно даётся вкусное. А так, просто голову какие-то, наверное, намесили. Чуть странный вкус такой. Ну, съедобный. Я вот съел с хлебом. Вот с белым, с чёрным хлебом зайдёт вообще на ура. Вот этот вкус советский. Ну, кто знает. Новогодний стол всех был. Ну, вкуса не хватает. Мало хвостов, голов, наверное, половили. Куча специй, как бы, есть вот эти. Там даже кориандр присутствует. Какой-то горчицы куда-то. Или глаз от рыбни. Интересная вещь. Ну, не противная. Я, может быть, такой паштетик купил бы. И у нас тоже подобие паштета. Только овощное. Икра из кабачков. Красная цена. Пятёрочка. 360 грамм общий вес. Славянск-на-Кубани. Краснодарский край. В принципе, что может быть интереснее, чем кубанские овощи? Это всегда великолепно. Там куча солнца. Овощи возревают. Ну, я думаю, кабачковую икру сложно испортить. Потому что кабачки, или как бы в простонародье итальянском, цукини, они никогда не были плохими. Большой вес. Банка старенькая. Но прикольно. Будем пробовать. Я надеюсь, что овощи не подведут. Ну, отлично. Но я увидел вообще великолепный вид. Да и так визуально видно, что обычная кабачковая икра. Очень-очень такая симпатичная. Я, как говорил, что очень сложно испортить кабачковую икру. Единственное, её можно испортить подгоревшим маслом. Либо какими-то вот руками никудышными, которые не умеют готовить. На запах вот невкусно пахнет. Почему-то вот пахнет очень много. Либо оно полежало вот у нас. И вот нету аромата никакого. Нету вкусного аромата овощного. Ладно. Будем пробовать с белым хлебушком на этот раз. Ну, на вкус никакая вообще. Просто никакая. Я чувствую вкус хлеба. У меня нет вкуса икры. Без хлеба, да. Что-то есть. Ну, не противно очень. Вообще не противно. Нормальная овощная икра. Вот сейчас с каждой ложкой ещё вкуснее становится, мне кажется. Каждым разом я пробую, всё вкуснее. Кус раскрывается. Может, выдохло всё. Главное, чтобы изжоги не было. Ну, приятная такая. И как без обмана, реально. Сегодня продукции очень много. Банка меньше 20 рублей стоит. Очень вкусно. Ну, достаточно вкусно для своей цены. Ну, когда не подумал, что 20 рублей стоит. И вот такая вот у нас баночка. Следующая тоже мясная продукция. Магазин Магнит. Присутствует у нас. Свинина тушёная. Сто процентов вкуса. Консервы мясные, кусковые, стерилизованные. Мясо тушёное. Свинина тушёная. Первый сорт. ТМ-магнит. Куча жира, да? Как мы видим. Я его сейчас уберу. Мы не греем. И вот такое мягкое мясо там такое. Тоже жир. Наверное. Такой прям жир, как вазелин. О! Жир невкусный вообще. И тут такой жир, мне кажется, присутствует. Хотя, может, и не жир это. Ну, дальше интересно. В принципе, такой желешечек такой. Жирок присутствует. Мясо, ну... Да, наверное, натуральное. Просто очень сильно переваренное. Мало запаха. Мало запаха. Вот нашёл мясцо прям вот кусочек. Кстати, не противно. Очень похоже на ветчину. Есть ветчина такая консервировая. Ну, вот почти уже ветчина. 20 рублей. Такой вкус. Нормальный. Вообще нормальный. Что-то сувенина такая была. Кубанская. Краснодарская. Прикольная. Берите, будьте в магните, берите вот такую тушенку. Поход вообще зайдёт. Это пушка-бомба, реально. Классная штука. И как бы остался у нас сегодня завершающий момент. Тоже паштетик мы оставили. В такой стандартной упаковке. Вот в данный момент, как сейчас продаётся. Они чуть больше, меньше бывают. И наши, и импортные. И они в РФ входят в разных стран. И то же самое и в наши. Упаковка, в принципе, нормальная. Можно её на таганке греть, и где-то ещё подобное. Паштет из куриного мяса. Гастроном номер один. Пробовал я продукцию этой фирмы. Россия-Великий Новгород. Ну, в принципе, норм. Вода, фарш куриный, жир свиной. Печень говяжья. Так что тут не только курица, а всё остальное. Видок. Шикарный видок. Обычный паштетный. Не такой розовенький. Немножко, наверное, из-за копыт этих говяжьих. Немножко так и потемнел. Ну, в принципе, на вид ничего. Ну, вот запах, да, опять. Такой странный. Ну, вот говяжий, это запах хвостов каких-то. Не очень запах приятный. Ну, наверное, сейчас попробуем с хлебушком. Может быть, поинтересней. Ну, как-то вот так. Вот так. Сейчас рискнём, попробуем. Вот хлеб перебивается. На вкус, на консистенцию, точнее, паштет. На вкус, в общем, такой вот. Невкусный. Невкусный. Но мне не нравится. Запах какой-то есть старый. Старый быт какой-то. Может, испортился. Может, подсолненную просрочку, как всегда. Не знаю, 20 рублей её, но того стоит. Реально. За двадцатку такой паштет, да, это шикарно вообще. Как в Советском Союзе, если так посчитать на наши сейчас деньги. Я думаю, изжога точно после него будет. Такой вот горечкой это присутствует. Ну, хвосты, копыта, вот это, наверное, прям всё. Хрящи, оно даёт вот это всё. В принципе, можно взять. Так что, обзор сегодня прошёл. Всё оказалось, в принципе, очень даже съедобное. Я пугался, но обзор получился достаточно красочный. Всё хорошее, особенно с хлебом. Кто на канале первый раз, кому видео понравилось, лайки, дизлайки. И комментарии обязательно пишите, если что-то вам понравилось, не понравилось. Либо покупаете такие продукции. Ходите ли вообще в такие магазины дешёвые. Я, например, хожу, операторы тоже ходят. И как бы мы люди обычные. И как бы нам интересно не тратить много денег за обычную продукцию, если так можно сказать. Всем добра, всем вам здоровья. Берегите себя. Я Димас. Вы были на канале Кукс Браза Хрукс. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok